так всем привет ребята начнем мы и большого такого водного курса по мотоциклов я всегда начинаю кому не слышно можете поближе подходить смотрится слазить там мотоцикл не обязательно сейчас я всегда начинаю когда с людьми что-то какие-то тренировки или курсы проводим всегда начинаю с правильной настройки мотоцикла потому что у многих бывает из-за неправильных настроек и что-то там где-то может кто-то не знает человек устает руки забиваются даже из-за неправильного наклона рычагов просто очень сложно заехать какую-то длинную затяжную горку из-за наклоненных рук поэтому начнем с небольшого такого водного курса по правильной настройки мотоцикла как должно быть и что должно быть на мотоцикле чтобы облегчить вам и сохранить ваши силы для начала должна быть всегда хорошая резина стоять спереди сзади и под правильную погоду почему говорю под правильную погоду значит на жесткой резине вы не сможете ехать сырую сырую сырые треки сырую погоду на мягкой резине очень сложно ехать в жару потому что она нагревается она становится очень мягкой и когда мы едем быстро либо нужен зацеп резина просто-напросто ложится из-за того что она во-первых супер софт ну или там софт и она за своей мягкости она просто шашка ложится и она не и нечем цепляться это в сухую погоду поэтому крайне важно ставить правильную резину под правильные под правильную погоду под дождь ставим мягкую мягкие мусы либо тюбле мусы спускаем 02 03 давление 04 максимум значит и ставим резину супер софт в крайнем случае софт но у софта будет проблема на корнях и камнях то есть хорошо будет ехать грязь но и софт медиум разные там маркировки всяких резин и но очень плохо будет ехать корни и камни тоже нужно учитывать этот момент если вы знаете предварительно какой будет трек нужно планировать это все заранее подбирать резину как перед таки глаз значит если у нас сухо ставим жесткую резину я езжу если пересушим грунт прямо сыпуха такая как у нас геленджике плюс 35 плюс 30 градусов пересушим грунт крошка такая вот ну наверное все сталкивались сыпется прям я ставлю самую жесткую резину вот завода идет эти максисы там мицеллер и самая твердая резина и мягкий мусс ставим эту резину и зацепа будет очень много но не перекачивать не надо перекачивать там до одной атмосферы это все у нас уже к мотокроссу идет все эти 06080 где там атмосфера это все уже кантри кросс мотокросс что касается эндуро хард эндуро максимальное давление летом 06 это максимум зимой 0203 для стабильного зацепа всегда будете ехать если правильно подберете резину и значит давление в колесе попереку то же самое зиму ставим софт в лето ставим жесткую резину чтобы опять таки она не складывалась при спусках у вас шашка будет ложиться если она будет софт мягкая резина она шашка будет ложиться при торможении при сильном ну либо там при крупном спуске у вас просто не будет тормозов вас постоянно будет сносить особенно в повороты если вы будете входить какую-то траверсу в колею вас просто будет уносить это уже проверено годами опытом если хотите где-то ехать стабильно или там гонки или просто для себя то резину нужно обязательно подбирать не обязательно там мега дорогие какие-то нужно использовать покрышки сами шлены еще так далее есть куча доступных аналогов которые также работают просто правильно подбирайте составы на нужную погоду второй момент касается подвески для харда для езды в эндуро все что касается эндуро да мы сегодня будем тему эндуро обсуждать я бы советовал вилочку поднять до руля то есть бог либо по крайней риске регулировочной если у кого регулировка есть подымаем либо по крайней риске если у кого-то рост еще выше там ну 190 плюс то я советую поднять до руля что это дает это дает нам облегчает нам заезды в горку мы можем больше мотоцикл к себе подтянуть и это дает нам преимущество пи при перекладках переставках больше маневренности мощь больше можете к себе руль подтянуть соответственно мотик у вас не будет задираться если вы едете вверх если хороший зацеп и едете вверх у вас будет более стабильные заезды на высокой вилке и особенно кто ездит проставками я был вообще категорически я против этих проставок и вам бы не советовал все эти проставки особенно кто рослые парни все говорят а мне так удобно ездить стоя вот это вот самая грубейшая ошибка убирайте проставки ставьте самые маленькие проставки там стандартные заводские либо еще стабличные либо еще меньше если есть возможность и в идеале руль тоже должен быть невысокий есть разные изгибы рулей руль в идеале должен быть тоже чем не чем меньше изгиб тем лучше опять-таки это дает нам высоту руля высоту и разницу манипуляции мотоциклом именно именно в склонах мы же не ездим просто по прямым по прямым да вам будет удобно вам будет удобно стоять но если мы едем в гору вас все начинаются проблемы как с подтяжкой руля как заездом на камень вы не можете полноценно мотоцикл на себя натянуть и в итоге у вас получается либо перевороты в обратную сторону либо просто вы мотик начинает вставать и вы за этого останавливаетесь потому что не можете компенсировать своим телом не можете задавить переднее колесо при большом при большом подъеме там на гору либо при большому при большом угле соответственно вы останавливаетесь падаете разворачиваетесь и не можете за этого заехать настройка рычагов идеальное положение рычагов если вот мы и сидим на мотоцикле должно быть если проведем прямую линию продолжение руки не должно быть у вас вот такого или вот такого при таком положении ваша езда превращается в забитые руки вот здесь вы не сможете ехать и вот так вот все время работать сцеплением либо тормозом то же самое касается вот так вы не сможете все время ехать у вас напряжена напряжено предплечье у вас забьются руки ровно за три минуты не говоря уже каких-то длинных подъемов поэтому вам должно быть комфортно удобно работает только пальчик рука продолжения мышцы не напряжены не забиваемся если у вас слишком большая нагрузка на руки при подъемах а это 90 процентов случаев вот у начинающих и там среднего уровня гонщиков все стараются висеть на руках либо просто нет непонимания стараются своим корпусом держаться в руль оттягиваться назад и пытаются на руках это все вывести эти подъемы этого делать не нужно нужно руками только рулить и управлять основная точка опоры у нас задница и хорошая хорошее сиденье хорошая шкурка чтобы вас не тащила если вас тащит и вы видите на спусках на подъемах если вас задница постоянно уезжает назад обязательно нужно поменять шкурку чтобы вы не съезжали все-таки гладкие шкурки там самодельные так далее забудьте про это выкиньте вообще нужно использовать шершавую хорошую шкурку либо свежую много всяких брендов есть но ваша задница должна сидеть и при подъеме в гору она не должна спускаться шкурка должна держать вас тогда у вас снимется нагрузка с рук и плюс корпусом вы добавляете углом корпуса свой если введем введем вверх да мы корпус наклоняем вперед у нас руки расслаблены мы управляем только рулем руками все вверх поехали корпус наклонили спускаемся вниз оттянулись уперлись руками ногами помогаем тогда будет нагрузка вас на ноги ноги посильнее чем руки если будем на руках все время висеть естественно вы это все неважно спуск или подъем у вас это все закончится через пять минут вы потом 10 минут не сможете там 20 ехать нормально потому что руки вас не слушают то вас не сцепление не работает не тормоз не можете жать ну и в целом организм устает быстрее когда у вас перегруз идет вот хорошие гриппсы в идеале они не должны вы проворачиваться они должны быть с пупырышками чтобы ладонь крепко сидела если будет дождь в сухую в принципе держит любая гриппса резиновая она перчатка там кожаные все наши на ладони они держат но если попадает вода любая гладкая гриппса у вас будет рука норовить постоянно соскользнуть соответственно вы начинаете сжимать руку сильнее держаться за гриппсу вас все это будет напрягаться и ваши руки придут негодность опять-таки через пять-десять минут от того что вы просто пытаетесь удержать тот же мотоцикл при разгоне либо при открытии ручки газа поэтому гриппсы стоят 500 рублей обычная гриппса не обязательно там локон эти покупать с болтиком 500 рублей гриппса клей-момент четыре проволоки все меняйте их каждый там не знаю два-три месяца видите все стерлась поменяйте в любом магазине китайском купите обычную гриппсу и будет вам счастье сохраните себе силу рук и не так будете сильно уставать второй момент по подвеске для эндуро нам не нужны колы нам нужно мягенькая хорошая подвеска которая отрабатывает все неровности кочки бревна и так далее поэтому стараемся всех настройки разные поэтому стараемся максимально ее расслабить как отбой так и сжатия но не забываем про то что сжатие не должно доходить до стопа у нас если вилка мягкая чересчур у вас все время будет провал и вас будет доходить до стопора и у вас будет обратный эффект вам постоянно будет быть в руки поэтому подвеска должна настроена быть так чтобы она в идеале при самом жестком ударе либо переезде какого-то крутого угла она не должна складываться один там два-три сантиметра она должна доходить не доходить до конца тогда вы сможете весь диапазон использовать вилки и амортизатора тоже не должен он пинаться если он пинается постоянно уходит в пробой вы постоянно будете получать пинок под зад при переезде бревна для там камня на езде на скорости на камень вы постоянно будете пинок получать потому что подвеска не работает она проваливается у вас бьет в отбой в резинку эту вас начинает выкидывать мотоцикла поэтому попробуйте покрутить если кто-то не понимает как крутить оставляем заводские настройки и от заводских настроек начинаем расслаблять по несколько щелчков и ездим берем кусочек трека какого-то не прямого желательно там точками с камушками по нему стараемся ездить раз проехались еще открутили два щелчка еще проехались еще открутили и ищем для себя идеальные настройки опять-таки настройки не могут быть все время одними едем в геленджик настройки одни едем ставрополь настройки другие все время нужно мотоцикл крутить если хотите комфортно ехать невозможно ездить с одним на 팔цами так тут бывает у нас настроят наши профессиональные настройщики какому-нибудь точеку настройки и он думает что он будет ездить с ними везде по всей россии нет это не работает в карелии 1 настройки геленджике другие настройки новороссийске третье настройки невозможно я еще не был нигде чтобы ездил с одними настройки я все время приезжаю все время настраивайте мотоцикл все время разных турцию одна настройках камней много в геленджике тропинки более прямые другие настройки не нужно там слишком мягко что звука было поэтому все время нужно эти моменты учитывать в руки чтобы было комфортно вам хорошие должны быть зубастые беги и хорошая должна быть зубастая накладка на тормоз чтобы нога у вас не уезжала особенно касается скользких сырых спусков когда мы едем нам нужно нужно чтоб ботинок держала бега а у нас они там затуплены либо сточены вы будете тратить силы на то чтобы удержать свою ногу чтобы не уехать нога постоянно не скользила советую прям стандартные беги тоже хорошо держит но недолго они там ходят полгода буквально потом затираются закругляются вы либо их подточить и либо поменяйте на хорошие там разные всяких фирм есть но бега должна держать очень хорошо ногу особенно в сырую летом принципе держится все но зимой это все дело уходит в нагрузку на ноги вы все время пытаетесь ноги поймать свои и бывает даже моменты когда-то наезжаешь на бревно это нога просто улетают вперед это приводит к падению травмам и поломкам мотоцикла и так далее вот ну основные моменты наверно все если вопросы есть какие-то по настройкам и так далее задавайте спрашивайте перейдем уже дальше впереди стандартно если допустим по себе буду говорить и у меня всегда мусс 0706 не не выше 0607 идеальное сочетание он и мягкие и позволяет сырую поводу тоже есть тюблис то же самое 0607 можно качать единица слишком много у вас не будет провала покрышки на при переезде препятствия корней камней траверсы у вас не будет проваливаться колесо в итоге у вас будет работать только шашка если наедете на бревно вас шашка просто уедет по бревну она не будет обволакивать а задача в эндуро найти зацеп и зацепку находим именно обволакиванием препятствия то есть мы наезжаем на камень при правильно подобные покрышки покрышка должна наехать на него обволакнуть зацепиться и проехать что мы что делает жесткая покрышка в сырую погоду у нас есть вот бревно на жесткая покрышка просто ложится на бревно не обволакивая камень или там бревно это в итоге у нас нет зацепа она просто скользит поверх ужки бревна это жесткая резина делает срую погоду для этого ставится мягкая чтобы она провалилась балак обволакла этот этот и зацепилась за него то же самое дальше вот корень камень грунт все время покрышка должна проминаться работать если она не проминается она просто крутится как каток каток вот прямым колесом его запусти в гору в лес он просто будет крутиться на месте самая покрышкой жесткой вопрос все понятно поехали поехали давайте перейдем уже более и и и и и